Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим СТ-1. Итак, ребят, знакомьтесь, вот такой вот какой-то непонятный головастик с огромной таки просто башней на корпусе от ИСА. Ну, короче говоря, что есть, то есть. Честно говоря, машинка довольно-таки классная. Броня башни просто бомбическая, если правда не становиться вот так вот боком. А так в целом играется от башенки, он довольно-таки не кисло. Смотрим на его технические характеристики. По техническим характеристикам мы будем заценивать исключительно орудие, все остальное оценим в бою. Итак, ребятки, танк 9 уровня, имеющий 2200 единиц урона в минуту, согласитесь, довольно неплохо. 11,5 секунд я округляю время перезарядки, что тоже довольно-таки круто. 258 единиц пробития, что тоже очень-очень хорошо. И 420 единиц альфы. Просто супер. Есть 8 единиц вниз, то есть от башни можно тоже отыгрывать. Это тоже очень хорошо. Есть время сведения, которое не радует, но разброс на 100 метров божеский. Короче говоря, вот такие вот технические характеристики. Я бы сказал, для пушечки 9 уровня, я имею в виду для танка 9 уровня, пушечки 10 уровня, очень даже-таки, ребят, неплохо. Что самое парадоксальное, что вы в любом случае пройдете через все орудия, потому что альтернативных орудий у него нет. Есть проходные, которые ведут вас на 10 уровень. И башню в любом случае вы откроете. Поэтому говорить мы будем о вот этом орудии на топовом двигателе, на топовых гуслях. Потому что именно в таком состоянии вы будете катать эту машину на ИС-4 переходя. У меня не 100% экипаж, а значит обзор данного танка будет более честным. Потому что, как правило, когда вы выкатываете себе даже ИС-4, ваш экипаж, он не прокачивается до 100%. Возможно, если вы будете постоянно использовать бустеры прокачки экипажа, да, вы успеете раньше, чем откроете десятку. Но в основном, если не использовать их, вы, соответственно, откроете ИС-4 раньше, чем выкачаете экипаж. Ну, по крайней мере, у меня получилось так. Итак, ребятки, погнали с вами взамес на СТ-1. Посмотрим, что эта машинка может в своей топовой комплектации, но не с топовым своим экипажем. Ребятки, перед тем, как мы загрузимся в бой, а точнее в процессе, хочу попросить каждого из вас посмотреть на правый нижний угол. Там есть желтый шильдик. Я вам буду безумно благодарен, если вы наведете на него мышью и в один клик оформите подписочку на мой канал. Без ваших подписок, без ваших лайков, без ваших комментариев моим видео нет места на первых страницах Ютуба. А мне очень хотелось бы, чтобы было наоборот. Спасибо вам за благовременно, за поддержку меня и за развитие моего канала. Для вас эта подписка не стоит ровным счетом ничего. Ни копейки, ни гроша, ни даже кусочка хлеба. А для меня это просто огромный ваш вклад в развитие моего начинания. Итак, едем на линию ТТ, будем пытаться схлестнуться с врагами, будем пытаться вот здесь на холмах отыграть от башенки, если, конечно, у нас это получится. Два ТТ там, предполагаю, что и третий тоже туда, в принципе, поехал. Тогда, получается, план мой немножко не сработал. Зато мы можем оценить с вами подвижность данной машинки на топовом движке, на топовых гуслях. Едет очень бодренько данный тяжелый танк. Я не могу сказать, что на нем ехать скучно и нудно. Он вполне нормально передвигается по карте, он вполне нормально себя чувствует, но и, честно говоря, доставляет удовольствие ехать именно с такой скоростью, а не со скоростью поменьше. Что касается сведения, особенно на дальнее расстояние. Сейчас проеду четко дальше для того, чтобы начать действительно кого-то выцеливать, а то, получается, что в бою от меня толку маловато будет, если я здесь отстаиваться начну. И заодно заценим с вами точность орудия. Не буду ждать полного сведения. А, повезло. Ну вот такая вот точность. В принципе, с этого шота залетело практически туда, куда и целился. А чего, в принципе, и желать-то? А желать больше нечего. Потому что, когда вот так вот ты накидываешь на 420 единиц урона, поверьте, но ощущения, ну, крайне приятные. Я не могу сказать, что не хочется больше, больше хочется всегда. Но это приблизительно как у меня с зефиром. Сколько зефира мне не дай, а хочется больше. То же самое и здесь. По углам склонения, обратите внимание, все окей, все классно, нормально накидываем. Мне лично приятно. Прилетело, прилетело, посмотрим, куда. Ладно, заценим чутка позже, если выживем. Я так понимаю, что выцеливает нас вниз. Сейчас не пробило, и не пробило это очень приятно. Дамажит параллельно нас еще где-то сзади. Но уже отвлекаться не буду. Вот, товарищ приехал. Что касается разворота машинки. Разворот машины и башни, он в принципе довольно-таки играбельный. То есть, в принципе, как вы видите, СТ-шку зацепить можно. Зацепить за живое, но и, соответственно, накинуть в нее. Жаль только без пробития, но это уже был мой косячок, а не косячок танчика. Не хочется погибать, хочется еще немножко поиграть, хочется еще немножко накинуть. Но и этого товарища попытаться все-таки... Ну, вот такие вот игровые ситуации не сильно люблю, но куда без них. Короче говоря, вот таким вот оказался наш первый бой на данной машинке. Как вы видели, броня у танчика довольно-таки хорошая. И, в принципе, если с поддержкой команды, то играется он довольно-таки неплохо. За вот этот бой мы нанесли 1535 единиц урона. Мы ушли в минус, но, в принципе, ничего удивительного. И мы заняли в своей команде второе место по урону. И отрыв первого игрока, я бы сказал, практически отсутствует. Ну, по крайней мере, 50 единиц урона. Это в целом, ребят, просто-таки ни о чем. То есть, в принципе, как вы видите, по ДПМ машинка годная. Побежали во вторую каточку. Посмотрим, может быть, в этой катке нам повезет чутка больше. Мы сделаем чутка больше. А может быть и нет. Не знаю. Загадывать не буду, но надеюсь всегда на лучшее. Итак, ребят, поедем с вами в город. Потому что там ТТшки, в принципе, такого класса и места. Но и заодно посмотрим, насколько мы хорошо отыграем в городском ландшафте. Смотрите, ребят, пробивают танчик. Зеленые места у него есть. Если у вас появляется возможность отыгрывать от башни, обязательно этой возможностью пользуйтесь. Что касается подвижности танчика на подъемах, на подъемах не сильно удобно. Что касается в целом игры, я бы сказал, что нормально. Меня всегда устраивало. И, честно говоря, для меня выкатать ИС-4 на данной машине было больше приятным, чем тяжелым и нудным. А я думаю, что это уже какой-никакой опоказатель качества машины. Ну и, соответственно, ее играбельности. Так, ребятки. Я, честно говоря, не знаю, что происходит. Кто куда как разъехался. Уехал ИС. Поддержки от него не дождешься. Ну вот, пожалуйста, прилет в башню, который для нас закончился непробитием. И это уже очень приятно. Что касается времени перезарядки, успеваем перезарядиться, но не успеваем шотнуть. Ну, КВ-5 пробить задачка та еще. Надо выцеливать. Поеду попадаясь с Тигром вторым. Потому что отстаиваться, я думаю, что смысла нет никакого. По пробитию пушечка, ну, вот такая вот она. Кроме как идти с ним в клинч, у меня других вариантов не остается. Потому что тогда он просто будет выцеливать меня в нижние части. Ну и, соответственно, мне будет, ну, не очень приятно с ним отыгрывать. Ну вот, клинчевать на данной машинке, безусловно, приятно. В клинче она просто-таки золотая, потому что выцелить места в танке вот так вот, но, извините, не получается. Не получается, и нас это очень-таки даже спасает. Но хотя бы одного досделали, уже неплохо. Поедем помогать нашим. Не знаю, правда, успеем мы или они сами справятся. Но вот клинч машинка выдерживает просто бомба. То, что прилетело в башню, поверьте, прилетело сбоку. Если бы стояла башня ровно, но никто бы нас не выцелил и в башне не пробил. Ну, может, разве что прям какой-то там редкий танчик, играющий голдой. Вот вам точность орудия, куда прицелился, туда и прилетело. Честно говоря, меня всегда это в СТ-1 радовало. Не успел я доехать до Туртойса, хотел шотнуть его. Шансы были, но, к сожалению, разгоняться с горки начал слишком поздно. Ну, а пока через мостик переехал, наши быстрее подтянулись. Итак, ребятки, бой закончился победой. Давайте заценивать результаты. 2400 единиц урона. Один сделанный фраг, причем честный. Мы танковали, нас не пробивали, мы стояли в клинче, мы заценили броню. И мы успели перекинуться и поддержать наших ребят, которые, возможно, бы и сами разобрались. Да, скорее всего, сами разобрались. Но, согласитесь, тоже приятно успеть заехать в тыл на тяжелом танке с альфой в 400 с копеечкой. И что касается нашей результативности по бою, Обратите внимание, мы опять на втором уровне. Ну, в смысле, на втором месте по количеству нанесенного урона. С отрывом в полтысячи единиц от третьего места. И с отрывом первого товарища в 600 единиц. Согласитесь, второе место вполне заслуженное в данном рейтинге. Итак, ребят, коротко подсуммируем. А коротко суммировать особо-то и нечего. Машинка годная, машинка классная. Остается у меня в ангаре, и я ее очень сильно люблю и периодически выкатываю. Несмотря на то, что просто не люблю девятый уровень. Потому как считаю, что девятый уровень это, ну, не вашим, не нашим. И не восьмой, и не десятый. Короче говоря, вам не доставит хлопот на этой машинке выкатать себе ИСа четвертого, но и, соответственно, заиметь себе машинку десятого уровня. И вся эта играбельность, ребята, с учетом не стопроцентного экипажа. Представьте себе, когда экипажик станет стопроцентным, и эта машинка улучшится на вот эти вот все показатели. Может быть, кажется, не сильно существенно, но время перезарядки практически на секунду. Разброс станет меньше, время сведения увеличится. Ну, точнее, уменьшится время сведения, да, то есть увеличится скорость, за которую оно сводится. И вы ускорите и поворот башни, и среднюю скорость, пускай на один километр в час, но, согласитесь, тоже неплохо. Вы увеличите проходимость и скорость поворота корпуса. Короче говоря, улучшится полностью-таки все. Ну, а даже при 87% экипажа танчик играется, мне кажется, довольно-таки неплохо. На данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я всегда буду вам рад. Всех благ, всего хорошего и приятного вам выкатывания ИСа четвертого. До встречи в новых видео. Мира вам и спокойствия.